В видеоблоге «Сына» Александр Ширвиндт впервые появился во время пандемии, когда знаменитый актер много времени проводил в изоляции дома. Надо какую-нибудь песню придумать. Удаленка! Удаленка! Судя по песням, ты хреновухой уже немножко попробовал. Сегодня нет, не давали ничего. Вообще, очень трудно с твоей мамой. На удаленке, на приближенке топили больше. Блестящий актер, режиссер, педагог, писатель. Но точнее всего сказал о нем Марк Захаров. Он был Ширвиндт. Какая профессия Ширвиндт. Александру Анатольевичу через 4 месяца должно было исполниться 90 лет. Я знала, что он болел. Я знала, но не ожидала, что он так скоро уйдет. Совсем не ожидала. 3 апреля Ширвиндт должен был выйти на сцену в спектакле «Где мы?». Это была его последняя роль. Старый, всеми забытый клоун, доживающий свой век в сумасшедшем доме. Прости меня, господи. Я ведь думал, вы уже померли давно. Честно говоря, я сам так думал. Врачи готовили Ширвинда к выписке из больницы. Актер явно шел на поправку и рвался на репетиции. Но на сцену он уже не вышел. 15 марта 2024 года его сердце остановилось. Со слезами на глазах страна провожала человека, который, как никто другой, умел ее рассмешить. Я всегда завидую, когда здесь выходят ребята под жар, и говорят без всяких длинных слов «Служу России». Я тоже говорю «Смешу Россию». Александра Ширвинда и Михаила Державина называли королями капустников. Это был особенный юмор. Умный, виртуозный. Попала она случайно сюда. Она у себя на острове получила билет на ваш вечер, Адалья Александрович. Она заняла этот приз. Первое место в телевизионной переначе «А ну-ка, тетеньки». Юбиляр Ильдар Рязанов от смеха свалился со стула. Это был настоящий эстрадный шедевр. Сам проблем был с обувью. Найти обувь 43,5 размера, женские туфли на каблуке, это надо было еще выйти в этом, пройти по сцене на огромной и продержаться столько времени. Тексты сочинял сам Ширвиндт со своим другом-сатириком Аркадием Аркановым. И эти фразы повторяла потом вся страна. Анютина глазка, как крестуешь ты? Анютина глазка! Я не Анютина глазка. А кто ты? Эдельвейс. А я кто? Лопух. С ним бессмысленно было кому-либо из наших сатириков состязаться вообще. Они все говорили, что как только Ширвиндт выходит, все это бессмысленно. Ни в капустниках, ни в залах, ни в доме актера, нигде. Театр сатиры он возглавил в 2000 году. Бессменный и казавшийся вечным Валентин Плучик уже с трудом двигался. И его крайне редкие встречи с труппой были печальны. Сильно пожилой человек болел и так далее. И мы же видели, в каком он состоянии, уже на последних репетиях был. Было очень тяжело. Час, полтора и все. До труппы дошел слух, что в департаменте культуры Плучику подыскивают замену. И наверху понимают, что нужны перемены. Что дальше невозможно. Театр бесхозный какой-то получается. При худруке театр без худрука. И что делать? Плучик надеялся, что его никто не тронет. И в силу возраста не понимал, что нужно уйти и передать свое детище другому. Это беда и грех очень многих худруков, которые еле дышат, которые держатся за этот театр. Вы понимаете, которые уже никакие не худруки, а так просто ходячие мумии. В сентябре 2000-го Плучик впервые не пришел на сбор труппы. У него случился тяжелый приступ. Он угодил в больницу. И впервые признал, наверное, пора уходить. И вся эта группа сказала, да что вы, Валентин Николаевич, о чем вы говорите? Как же мы без вас? А потом вся эта группа, как потом уже узналось, ходила в Министерство культуры, в Департамент культуры Москвы, не знаю, как это тогда называлось, и просила его, чтобы его не было. Ведущие артисты театра провели собрание труппы. Они очень боялись, что в театр пришлют кого-то со стороны и будут перемены к худшему. И обратились к Александру Ширвинду. Все эти потом разговоры, что прогнали старика, что я, значит, влез в кресло у друга. Это все. Мы с Плучиком написали письмо, открытое письмо о том, что это безобразие, что все это было сделано по взаимной договоренности. К нему пришли и сказали, ну, пока вот посиди, ну, пока вот согласись побыть художественным руководителем, пока мы не подберем кого-то другого. И он говорит, вот 20 лет они все не могут подобрать. Артистки труппы ждали, как будут теперь распределяться роли. Технология Валентина Плучека была всем известна. Наверху у него был прекрасный кабинет, и там решались судьбы. Там был диван для распределения ролей, так называемый. Актриса Татьяна Васильева не скрывала, что 13 лет таким образом получала все главные роли в театре. А Валентина Шарыкина от такого покровительства отказалась. Он меня вызвал и сказал, я так люблю. А я говорю, а я так не умею, извините. А меня ты любишь? Я говорю, я люблю театр. Ну и пошла, люби свой театр. Все закончилось на этом. Бурную интимную жизнь Валентина Плучека подробно расписала актриса театра сатиры Татьяна Егорова. В центре ее автобиографической книги долгий роман с Андреем Мироновым, а вокруг сексуальные похождения других членов труппы. И выглядит все ужасно. Досталось и Ширвинду, который фигурирует в произведении под прозвищем Шармер. Егорова расписала, что Ширвиндт страдал манией величия и бесконечно завидовал Андрею Миронову. На сцене рядом с ним порхал в самоупоении, срывая аплодисменты почти на каждой фразе, не такой красивой белобрысой, с крепкими крестьянскими руками и ногами, с длинным носом и выпученными глазами Андрея Миронов. Шармер чувствовал, как чувствует женщина, что он нелюбим, не так любим, как этот белобрысый Андрюшка. У бедного Шармера разболелась грудь на нервной почве. Ширвиндт не опустился до того, чтобы оправдываться или спорить с Егоровой. Он был, как всегда, убийственно спокоен и снисходителен. Танька Егорова вообще удивительная фигура. Ведь это книжка, которая наделала столько шума. И где вот, значит, я... И Мефистофель и Бабник. Она больная, абсолютно талантливая. И полиментировать с ней очень трудно, потому что это клинический случай. На нем не держалась грязь. Вот совсем. Грязь с него слетала, она даже не оставляла ни малейшего пятнышка на нем. Он не затаил обиду, не затаил злости. Я уж не говорю про там страшные чувства типа мести. Актеры-сатиры не раз убеждались, что не зря упросили Ширвинда быть своим худруком. Его называли здесь Папа Шура. Никаких распределений ролей через диван. Никогда. Ничего по блату. Никакой коррупции. Никаких странных дел. Никаких сплетен. Москва. 18 марта 2024 года. Длинные вереницы людей, огромное количество венков, один из них от президента России. Звучит музыка Эдуарда Артемьева и Евгения Доги. Какой бы некролог начинался словами, советское искусство понесло невосполнимую утрату. Но это не искусство понесло утрату. Это мы все понесли утрату. Вся жизнь российская. В кино Ширвин сыграл полсотни ролей. Но главных было всего две. Но зрители запоминали каждое его появление на экране. Мы с тобой отлично знакомы, Феликс. Да? Да. Наташка. Ну, конечно, мы знакомы. Я просто тебя сразу не признал. Но каждый актер, конечно, видит себя в главной роли. Ширвинд мечтал сыграть Остапа Бендера. Говорил, что это «зыбкая мечта моей жизни». Но режиссеры все время выбирали не его. И даже друг Марк Захаров снял не его, а Миронова. И это была, конечно, большая удача. Остап Бендер – это Андрей Александрович Миронов. И я думаю, что лучшего не может быть вообще в природе. И это писалось на него и на Анатолию Дмитриевича Попанова. Это гениальный такой дуэт у них. Зато Ширвинд так сыграл крошечную роль одноглазого шахматиста, что его фраза тут же улетела в народ. Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны! Ильдар Рязанов предложил Ширвинду роль председателя кооператива в фильме «Гараж». Но Плучик его не отпустил. Это целых 24 съемочных дня. Мол, это плохо отразится на работе театра. Стоп! Кровопролитие и междоусобицы я не потерплю. Стоп! Стоять! В итоге в роли председателя прославился Валентин Гафт. Но у Ширвинда, конечно, получилось бы не хуже. Шура Ширвинд родился 19 июля 1934 года в столице. Семья жила в скатертном переулке, где в восьми комнатах коммунальной квартиры теснились 18 человек. Мама работала редактором в московской филармонии. В дом все время приходили известные музыканты и артисты. Она была остроумная, Шурик, у нее. Потому что, когда ее спрашивала, говорю, Раиса Самоновна, какие планы на вечер? А она уже не ходила. Она говорит, Володечка, сейчас платье бальное надену, поеду танцевать. Отец Шуры, Анатолий Густавович, был скрипачом в оркестре Большого театра и мечтал, чтобы сын стал музыкантом. Но пиликать часами мальчику было тошно. Его отчислили из пятого класса музыкалки с формулировкой «проф непригоден». Учился Саша в элитной школе у Никитских ворот. Но дружил с дворовой шпаной. В драках пацанов дело доходило до поножовщины. Мальчика несколько раз выгоняли из школы. У Саши умерла в 9 лет сестра. И родители не просто любили его, обожали и все ему прощали. Для него были святые вещи. Его семья. Он почитал отца и мать по-настоящему. Ширвинт долго не афишировал факт, что настоящее имя его отца не Анатолий, а Теодор. И у него немецкие корни. Во время войны было уничтожено родовое гнездо династии и маленький городок Ширвинт на границе России и Пруссии. Он так и говорил о себе. Еврейский интеллигент с немецкими корнями. Но, несмотря на интеллигентность, обожал ненормативную лексику. Шурой разговаривал матом. Он не ругался матом. Он разговаривал. После Щукинского училища Ширвинт 10 лет играл у Марка Захарова в Ленкоме. Потом у Эфроса на Малой Бронной. А в 70-м году в Театре Сатиры произошло ЧП. Валентин Гафт перед премьерой «Безумного дня» или «Женить бы Фигаро» бросил театр и ушел в современник. И Ширвинта срочно позвали его заменить. «Даже если бы я ничего не знал, то сейчас по одной этой твоей физиономии я точно бы понял, что ты лжок». «Я сейчас не ялку у вас, а физиономия у меня лжок». Фигаро получился таким, что в дни спектакля на Триумфальную площадь вызывали наряд конной милиции. Зрители брали театр штурмом. Филипп Киркоров, неожиданно появившийся на прощании, рассказал, что знал Ширвинта с детства. И Александр Анатольевич потом давал ему мастер-классы. «Он наставник был, он был мой мастер. Когда я работал над ролью графа Альмавива в мюзикле «Безумный день Фигаро», он со мной учил эту роль». Театр сатиры Ширвинт называл своим домом. «Молчанин в горе от ума», «Топчинский в ревизоре», «Тригорин в чайке». Больших ролей у него было много. И лишь немногие знали, что стоит за фирменной флегматичностью и напускным спокойствием Ширвинта-артиста. «Он такой нервный!» Кстати, когда он совсем заторможен, это высшая степень его нервного стресса. Вот в день премьеры он совершенно... Такое ощущение, что он спит. Но сколько мы меняли рубашек, сырых рубашек. Он так затрачивался, что мы в течение спектакля переодевали рубашки. Ширвинт и сам поставил десятки спектаклей. И какие хиты. Режиссером он оказался довольно жестким. Если актеры не слышали и его не понимали, он мог быстро поставить всех на место. Он встал и выразительно пошел из зала. Он сделал это так выразительно, что все ужаснулись. Они поверили, что он просто уходит с репетиции. И на сцене получилась гробовая тишина. Александр Анатольевич дошел до конца ряда, остановился, почувствовал эту гробовую тишину, обернулся и на полуулыбки сказал, работать будем? Вместе с Андреем Мироновым они поставили знаменитый спектакль сатиры «Маленькие комедии большого дома». Слабый я! Ты что это делаешь, ты слышишь? Вялый! Ты что это делаешь? Товарищ грабитель, вас ко мне сама судьба послала. Что это делаешь? Возьмите все! Ширвинт был учителем Андрея Миронова. Они выходили вместе на сцену и стали закадычными друзьями. Много времени проводили вместе в веселых компаниях. Миронов доверял Ширвинту личные тайны. Случайно, буквально отрыл, понимаете? Буквально, так сказать, как-то откопал вот это. Зрители обожали их дуэт. В этом номере Ширвинт в образе вальяжного кинорежиссера, хозяина жизни. А Миронов – несчастного нервного актера. Снимаю я сейчас с кино и попею. Ага, вот. Только этого нам тут не хватало. Всего мечтали отснять 87 серий. Это сейчас модно, товарищи, грубо говоря, денежно. Ширвинт звал его дрюсиком. А Миронов в ответ железной маской. За умение разыгрывать и смешить с непроницаемым лицом. В шутках и розыгрышах с удовольствием принимал участие Марк Захаров. Как-то на день рождения Ширвинта друзья сделали ему ценный подарок. Они какую-то взяли ржавую батарею, поднялись к нему пешком, лифт не работал. Как-то Ширвинт уезжал на съемки в Ленинград. И Миронов с Захаровым устроили прощание с выпивкой. И шумно проводили его на вокзале. Он сел в поезд, и Марк Анатольевич сказал, надо бы пугануть. Захаров и Миронов рванули в аэропорт и встретили Ширвинта на железнодорожном перроне северной столицы. Александр Анатольевич не поверил своим глазам. Самое смешное, он совершенно не удивился. Ну и дураки. Ширвинт, Миронов и Державин вместе снялись в фильме «Трое в лодке, не считая собаки». И в любую свободную минуту Ширвинт организовывал рыбалку. У Миронова рыба не клевала. Они договорились, надели водолаза, который Миронову, в принципе, у огромного сама, и радовались, когда Андрей Миронов, как мальчишка, кричал, какую он большую рыбу выловил. Ширвинт всегда старался радовать Миронова. Он знал, что Андрей, который все время хохмил, бурлил и искрился, словно шампанское, на самом деле страдал заболеванием крови и чувствовал себя очень плохо. У него было ужасливо. У него все тело было вот в таких фурункулах, которые гноились у Андрея. Во время гастролей в Узбекской ССР у Андрея Миронова в 78-м году произошло кровоизлияние в мозг. И через 9 лет во время спектакля на гастролях в Риге на глазах у Ширвинта и других коллег случилось страшное. Вдруг он шепчет, а звука нет, я ничего понять не могу. Альсан Анатольевич быстро выбегает на сцену, подхватывает его и уводит в мою кулису. Ширвинт повез друга в больницу, а умирающий Миронов все шептал слова из монолога «Фигаро». И у него разорвалась аневризма. И когда его довезли до больницы, голова у него спухла в три раза. Миронов впал в кому. Ширвинт не верил, что друг умрет. Узнал, что в Риге проходит конгресс невропатологов и привез знаменитых специалистов в больницу. Но их вердикт был ужасным. Даже если провести операцию и Андрей выживет, он навсегда останется беспомощным овощем. Миронов умер, когда ему было всего 46. Очень шок был страшный. На прощание с гастролей главный режиссер Плучик отпустил только четверых артистов. Его многие обвиняли в черствости, а Ширвинт не осудил. Будто знал, самому придется решать такие проблемы. Ну, умирают артисты, что делать? Это такая профессия у нас. Умирают родственники, и артисты играют на сцене. Маша Голубкина считала всегда Миронова своим отцом. И Ширвинт был частью семьи и дома. Мама после смерти Миронова ушла в себя, много работала, чтобы отвлечься от грустных мыслей. А Маше казалось, что она больше никому не нужна. У меня деваться было некуда. То есть я-то жила как в детском доме просто. На подростка тут же набросились журналисты. Машу травили в школе. Миронов тебе не родной отец. А кто настоящий? Она грубила, юлила, отшучивалась. А потом пошла к Александру Ширвинту. Я говорю, что мне делать? Я говорю, вот, я говорю, как мне реагировать? Он говорит, слушай. Он говорит, говори, что мы все твои отцы. Я говорю, имея в виду Мишина, Квашу, Горина. Он говорит, просто скажи, что мы все отцы. Пусть выбирают, кого хотят. Успокоился. Я говорю, да. Он говорит, ну, все, все. Я говорю, спасибо. И он был рядом всегда. По сути, заменил ей отца. Он просто спрашивал, что нужно. Деньги? Какая-то помощь? Говори. Еще когда Маше было пять лет, Александр Анатольевич взял ее с собой на ипподром и заразил своей страстью к бегам и лошадям. Я здесь давно очень люблю. Я не живу, но обожаю. Став взрослой, Маша однажды даже купила и подарила любимому Ширвинту лошадь. Но он подарок не принял. Он приехал ко мне в гости, посмотрел коня, говорит, ну, что я тебе могу сказать? Коня надо дарить сразу с конюшней. И после смерти Александра Анатольевича подписала их общий снимок. «Я люблю тебя, папа». Можно в вашем лице поцеловать великое русское искусство? Спасибо, не стоит. Еще студентом Щукинского училища Ширвин снялся в фильме «Она вас любит». Сыграл молодого певца, от которого сходят с ума девицы. И амплуа героя-любовника преследовала его до последних дней жизни. «Я бы могла бы так всю жизнь». «Я», если бы был долгожителем. Фильм «Бабник» критики обижали. Мол, пошлый сюжет – слабая режиссура. Кооперативное кино, делавшееся на коленке за 20 копеек, быстро. Но у Ширвинта была такая особенность. Он никогда не халтурен. Никогда. Он все делал по-честному. И удивляет, что даже отрицательные герои Ширвинта были настолько неотразимы, что очень нравились женщинам и считались идеальными мужчинами. Мы обожаем его маленькую, вот крошечную роль в фильме «Самая боязельная привлекательность». Это, по-моему, муж, о котором может мечтать любая женщина. Муж Сусанны. Если я задержусь, не беспокойся. У меня там ничего не ладится. Ну, ладится только у ремесленников. Талантливые люди в вечном поиске. Умница. При этом жизнь, как говорил Ширвинт, он испортил только одной женщине. И шутил, что у великих людей жену зовут, как правило, Наталья Николаевна. Он фантастической красоты, породы. И вот этот образ такого лавеласа и все. Но быть при этом настолько всю жизнь с одной женой. И мне кажется, это вот сейчас тоже это очень редко встречается. На прощании с Александром Анатольевичем его жена старалась держаться в тени. Видимо, сил у нее не было совсем. Она несколько лет боролась с тяжелой болезнью мужа. Представить себе страшно, что это очень больно. Очень. В этом смысле, вот так, как сказать, прожить вместе, вот тогда только умереть в один день, понимаете, да? Потому что как это пережить, я не знаю. Саша и Наташа познакомились подростками. Оба гостили у бабушек дедушек в подмосковном поселке Нил. Наука, литература, искусство. Построенным Сталином для лучших представителей интеллигенции. Дедушка Наташи был автором генплана развития Москвы. Если бы моя сестра, я не поняла, что она, он ей нравится, я бы тоже, конечно, бы в него влюбилась, это точно. Молодые люди встречались шесть лет. И предложение Александра Анатольевич сделал Наталье Николаевне очень лаконично. Пошли в ЗАГС. Но подарил ей в декабре сирень, которую за бешеные деньги купил у сотрудниц ботанического сада. Теперь на каждую годовщину Шура всегда дарил Тате сирень. И всегда это даже в наше время довольно тяжело было найти. А тогда это я вообще не понимаю, как где и как он смог найти сирень зимой. Этот брак продлился 67 лет. И цементом, говорил актер, были разные профессии. Наталья Николаевна была архитектором. В муже не растворялась. А Ширвин блистал на сцене театра и много снимался в кино. Нет, это мужское слово. Женщина, наверное, говорит всегда си, да. А нет, это мужское слово. Вот я и говорю нет, нет. А я говорю уволю. Параллельное существование – это воздух. У нее свое творчество, у меня свое. Получается, что не круглые сутки нос в нос. Так и набегает много лет. Александр Анатольевич рассказывал, что один раз Наталья Николаевна дома. И его спросила, Шура, а вот если бы я тебе сказала, или я, или театр? Он сказал, вы мне обе надоели. У супругов родился сын Миша и задал родителям перцу. За ужасное поведение его выгнали из четырех школ. Из каждой школы от него хотели избавиться. И чтобы вы от него не избавлялись сразу, там у каждой были праздники на уровне правительственных концертов, потому что собиралась вся Москва театральная, чтобы, значит, ублажить этот концерт и оставить еще на несколько семестров Михаила Александровича в школе. Москва, 18 октября 2013 года. Прощание со звездой театра сатиры Ольгой Аросевой. Самые теплые слова от друга и худрука. Ольга Александровна – это тот замечательный фундамент нашего существования, без которого, конечно, будет невмоготу. В театре сатиры Оросевой была непререкаемым авторитетом. Ее боялась вся труппа и даже руководство. Он могла сказать, Шура, что ты там творишь или директору, момент, ты чего, с ума сошел? Пока театром правил Плучик, в нем кипели страшные интриги. И огромную роль всегда играла жена главного режиссера. Она давала мужу советы. Когда я это все наблюдал, у меня отваливалась челюсть. Как говорится, я это, конечно, не приемлю никоим образом. Ширвиндт никогда с супругами не воевал. А вот Оросева мечтала, чтобы в кресло главного режиссера сел ее друг Евгений Вестник. За что Плучик ей отомстил, на долгие годы лишил ролей. Когда худруком стал Ширвиндт, актриса вернулась на сцену и выходила на нее до конца своих дней. Хозяин! Ну и где он? Черт его знает, куда он пошел, а? Александр Анатольевич никого не уволил. Никаких взрослых бабушек и дедушек в театре. И все доживали до конца. Это же его фермины, что из нашего театра не уходят, у нас из театра выносят. Звезды театра стремительно старели. И вместе с ними и папа Шура. Иногда он говорил, что ему пора на пенсию. Но Аросева и слышать про это не хотела. Она говорит, Шура, я тебя умоляю, умоляю, дождись. Вот я помру, тогда уходи. Я говорю, Оля, не тянись этим, с ради бога. Ширвинд очень поддерживал Веру Васильеву. Распорядился, чтобы для нее поставили бенефис роковое влечение. И она блистала в нем в 95 лет. Холодна и чиста эта луна. Она похожа на девственницу. На плечах худрука был тяжелый груз хозяйственных проблем. Но Ширвинд решал их с фирменным спокойствием, не расставаясь с трубкой. Выбивал актерам квартиры, награды и звания. Он был для труппы настоящей скорой помощью при любых неприятностях. Он никогда никому не отказывал. Детский сад, больниц. К нему всегда можно было прийти, он всегда поможет. Плоть до того, что к нему можно прийти было и занять денег. И он даже не требовал их обратно. У него, конечно, пробивная сила была фантастическая. Он просил секретаря, чтобы соединили. Он говорит, здравствуйте. Это некто Ширвинд. И все. И тут решался вопрос моментально. Людмилу Горченко Ширвинд называл неподражаемая Люся. И зрители не сомневались в том, что у них роман. Меня зовут Карина. Нет, Коко. Карина. Коко. Она его очень любила. И байки о том, что у них был роман, это полная глупость. Потому что если бы у них был роман, она бы от меня ушла. Ширвинд дружил с Лёсей больше 50 лет. Хотя характер у Горченко был несносный. От любви до скандала у актрисы всегда было близко. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. Горченко сделала звездой карнавальная ночь. Но потом у актрисы началась длинная полоса невезения. Чтобы не делала Горченко, она получала злобную критику в прессе. В кино ее звали очень редко. Долгие годы талантливая актриса не могла устроиться ни в один московский театр. Миронов с Ширвиндом устроили для нее просмотр в сатире. Но главного режиссера Плучика она не впечатлила. Как очень смешно говорил Люся Горченко, я подстук собственных копыт и ушла за своим аккордеончиком. В 95-м по инициативе Ширвинда в сатире Андрей Житинкин поставил спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам». И зрители не догадывались, что Горченко выходит на сцену еще с незажившим переломом ноги. И для того, чтобы не раздавить хрупкую партнершу, Ширвинд был вынужден сесть на строгую диету. Можешь себе представить, он на локтях, он ведь не худенький. Он удерживал свой вес, чтобы не раздавить Людмила Марковна, когда они перекатывались. Спектакль продержался в репертуаре театра 15 лет. У него был бешеный успех и в России, и за границей. И Плучик, конечно, сделал предложение Горченко прийти в труппу сатиры. Ширвинд очень этого хотел, а Горченко сказал, вот нет. Вот тогда вы мне отказали, а теперь я вам. Москва, 18 марта 2024 года. Убитые горем близкие, друзья, коллеги, официальные лица, сотни поклонников таланта. И, конечно, ученики. У Ширвинда их было много. Большое вам спасибо за настроение страны, за мудрость, за то, что вы были с нами. Спасибо. Преподавать в Щуке его пригласили почти сразу после вручения диплома. И он работал там почти полвека. Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. А это мой друг Немирович Данченко. Да. Я вот что-то про вас слыхала. Ну, это естественно. Он говорил, у меня целый калейдоскоп молодых гениев. Среди его учеников были Наталья Гундарева, Александр Пороховщиков, Наталья Варлей, Леонид Ермольник, Александр Олешко. А скажем, вот всех мучает вопрос, вот это знают все. Этот сюжет. Вы в бане-то пили водку настоящую или нет? Первую ночь пили водку, потом нас поймали. Рязанов сделал скандал, пили вторую ночь, снимали с водой. Две ночи. Михаил подарил отцу несколько внуков. Потом появились правнуки. Он был не просто добрым дедом. Он был настоящим другом и поддерживал все инициативы внуков. В детстве, даже помню, в школе тоже мы с девочками занялись распространением косметики. Ну, тогда это тоже было модно. И вот у меня главный покупатель, единственное, это был Шура, который скупал все. Помаду, тушь, все, что я ему приносила, он забирал. Когда старшие дети Михаила выросли, он неожиданно женился на молодой журналистке. 32 года разницы в возрасте. Ширин-старший снова стал дедом. Как он говорил, свежий внук еще появился у Миши, а другой супруги. Как в любой семье, у Александра Анатольевича были с женой и ссоры и конфликты. Но лишь однажды, как рассказывала Наталья Николаевна, муж закричал на нее по-настоящему. Вот умру скоро. Он говорит, я первый. Я говорю, нет, я первая. И он закричал на меня. Ты что, с ума сошла? То есть, эта женщина, которая была с ним всю жизнь рядом, он не представлял себе, что он может остаться без нее. Он гордился, что они с женой отметили не только золотую, но даже бриллиантовую свадьбу. Говорил, осторожно, надеемся, на благодатную 70 лет брака. Но часы их семьи остановились на цифре 67. Господи, это какая лирика, какая романтика, какая чистота, какая необходимость быть друг с другом. 10 января 2018 года скончался от инфаркта Михаил Державин. Их дружба, говорил Ширвиндт, достойна книги рекордов Гиннеса 72 года. На прощании Александр Ширвиндт говорил с большим трудом. В таком состоянии вечно невозмутимого актера еще никто не видел. Говорит, Мишка, ну, а, увидимся, скоро увидимся. Вот так он примерно сказал. У него даже, по-моему, была уж непробиваемая. Дядя Шура был со слезой. И он так это как-то так сказал, что это, я говорю, до мурашек. Они стали выступать в юмористическом дуэте, когда оба работали в линкоме. Гид мне, йога, иди ко мне. Лучшие номера высмеивали мир кино и театра. Вот два актера на сцене первого января. Ну что, Боря? Боря, играй, будет скандал, пахнет жареным. Ну что, Боря? Боря, играй, Боря, ну, что я как попугай? Ну что, Боря? Ну, не надо, Боря. Сказать, что зал смеялся, это ничего не сказать. Зал рыдал от хохот. В 90-е они высмеивали грустные явления новой России. Вот Державин Чумак, а Ширвент Кашпировский. Водки не хватает, помогайте. Возьмите пустую трехлитровую банку, наполните ее водопроводной водой, поставьте в центр стола, сдуньте пеночку мазута. Начинаю гна заряжать. Десять, двадцать, тридцать, сорок градусов. Достаточно разливаем. Но выходить на сцену вместе они прекратили на пике славы. Как раз в 90-е. У каждого был строгий подход к самому себе. И оба страшно боялись пошлости и понимали, что интеллектуальный добрый юмор больше никому не нужен. Их Мих уже болел вот эти последние годы очень сильно, но он всегда ему звонил, навещал дядь Шура. У Александра Анатольевича в последние годы очень сильно болели колени. Ходил он с палкой и шутил над этим. Был вечер памяти Андрея Миронова, и так получилось, что с палочкой, значит, оказалась рядом Лариса Ивановна Голубкина. Уже в таком возрасте серьезном Вера Кузьминична Васильева. И вот они, значит, собрались, и он как начинает смеяться. Он говорит, да, ребята, это отличный ход. Он говорит, объявите нас так, эквилибристы на подкидных досках. Москва, 12 августа 2023 года. Возле театра сатиры огромная толпа людей. Прощание с Верой Васильевой. Дорогой белый гроб, возле него почетный караул. И горы цветов, которые с трудом помещаются на сцене. Александр Ширвинд с трудом подбирает слова. Он сломлен горем. Верочка, 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 любимая. Вера Васильева была ему очень близким человеком. Поколение уходит, снаряды рвутся рядом. Я буду следующим, сказал он в те скорбные дни. До встречи, Верочка, родная, любимая. Спасибо тебе. У Ширвинда было больное сердце. В 2019 году ему поставили кардиостимулятор. А потом он заболел, как сам называл модной болезнью, коронавирусом, осложненным пневмонией. Врачи спасли и на этот раз. Они сказали, что, конечно, они его тянули. Мы говорим, два года его тянули просто. В 2021-м Ширвин добровольно сложил с себя полномочия худрука и проводил почти все время на даче. Чувствовал себя, Александр Анатольевич, все хуже. Но труп опять не дала ему уйти на покой. Его единогласно выбрали президентом театра сатиры. Во время последнего разговора с ним, он сказал, Генка, телефонная книжка стала бессмысленной. Никого нет. Я посмотрел, себя не понял. Все ушедшие из нашей брянной земли были мною вытерты из телефонной книжки. Ширвин, телефон. Я убирать не собираюсь. До встречи. Москва, 31 декабря 2023 года. 2024 год Александр Анатольевич встретил в больничной палате. Но шутил, что собирается жить до 117 лет. А ему оставалось только 3,5 месяца. Мне врач, который ему закрывал глаза, просто сказал как раз, что, говорит, вот у него уже, видимо, сопротивляемость организма, уже ему, видимо, он устал просто. Ширвинта проводили в последний путь долгими аплодисментами и криками «Браво!». Но не обошлось без скандала. В день прощания с Ширвинтом коллектив раскололся. Он состоял из двух больших групп – актеров театра «Сатиры» и их коллег из театра Армена Джигарханяна. 120 человек, конечно, не могут быть обеспечены работой. И Ширвинт страдал от этого. Если бы он оставался еще не президентом, а худруком, и у него были силы, и он бы был моложе, конечно бы они влились и как-то это все перемешалось. Артисты взялись спорить о том, какой спектакль и когда сыграть в память о Ширвинте. А потом, как водится, перешли на внутренние проблемы театра. И самое страшное, когда часть труппы скорбела в театре, а часть труппы скорбела в доме актера. 14 апреля 2024 года урну с прахом Александра Анатольевича захоронили на Новодевичьем кладбище. Были приглашены только самые близкие люди. Звучала его любимая песня «Фрэнка Синатрой». Я думаю, что разгадать формулу успеха или особенного чувства юмора, или иронии, или самоиронии Ширвинта – это дело гиблое, потому что это такой особенный редкий талант, который был ему дан свыше и помноженный на интеллект, на количество прочитанных книг, количество потрясающих встреч с уникальными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok